доброе утро друзья мне так аллергия опять на глазах осень поэтому что-то я сегодня среда говорю все спокойно не накрасила отправила крылышки в духовку у меня хлеб закончился этот тостерный я тут уже опару запарила ой смотрите как она поднялась хорошо в общем сейчас буду хлеб месить и пока у меня стоят крылышки в духовке хлеб подойдет и я забацаю еще и хлебушек а то вот тут два кусочка таких уже остались покупной не охота покупать потому что он не такой вкусный логично правильно так ладно буду месить замешивать у меня кстати рецепт этого хлеба есть на канале обалденный хлебушек так что заходите делайте ну естественно я когда пеку этот хлеб я на следующий день пеку пироги жарю с картошкой буду в этот раз делать он самый вкусный не с мясом ничем а вот с картошкой жареным ой луком чуть не свалилась хотел облокотиться и я с бы это головой вообще трындец капец в общем да буду двойную тему замусоливать и на завтра вот не знаете это тесто для пирожков нравится именно на следующий день но не такое знаете как пышное что ли вот оно такое нежное классное но не такое пышное как-то вот так вот объяснила вам и такие пирожки становятся знаете как у бабушек на вокзале таки тянущиеся вот я их нажарю и запеку заморожу я вот помните в последний раз когда не помню уже недели три наверное назад представляете мы этот хлеб не три недели не едим а может и больше по кусочку в день нормально и вот я замораживала пирожки прям жареные все и доставала себе иногда по одному на завтрак классно мне вот хватило буквально вот позавчера мы доели только пирожки представляете с мясом так вот ладно опара уже прям классная смотрите какая буду замешивать и пока вот они будут жариться тесто подойдет а потом прям достану крылышки и запихаю хлеб чтобы экономика должна быть экономных плане не надо разогревать духовку два раза вы знаете я тут всем дел делаю в 1 одновременно у меня там лук жарится чищу картошку завтра на пирожки и хлеб в общем тут у меня поднимается ужасно картошку какой-то трендец капец трендец капец а вот я а мужчины не могут вы знаете что мужчины не могут делать одновременно столько много дел у них мозг какой-то там не такой сразу это недоделанные да в общем они не могут делать мы ты по телефону еще умеем болятать колякать вот но мужикам этого не дано в общем я тут лучок жарится картошечка варится я решила сейчас отварить картошку потому что вдруг муж не захочет крылья и карту у меня там еще в духовке с картошкой тоже и он же сказать не хочу не буду тогда у меня для него картошка есть вареная лучком жареным я боюсь сама навернула у меня в духовке есть картошечка так все хлеб у меня подошел и почти что все готово сейчас один клиент звонил что завтра придет подстригаться так что у меня я с утра и до всегда бабушку укладываю на дому все об этом уже знает кругом а вот я ему сказала полдесятого можешь приходить и я тебя приходит он я в 11 заканчиваю работать он по ходу садовник вообще у меня знаете сегодня какой-то день неудачный я уже успела разбить банку я же стекло собираю ну я как это сказать мусор мусор разделяю в общем мусор и меня там банка стояла на стекло и короче она бабахнулась вся это разбилась и в дребезги ладно там все подмела все это помыла потом у меня мука на меня высыпалась мука а это все кордец тут везде все кругом было в муке бляха муха сейчас нафер они все сгорят у меня мои крылья они уже давно были готовы сейчас покажу вам мои крылья ты мне крылышки пристанет сам же и я полил полюбить себя заставил смотрите какие они у меня вот картошечка не захочет будет ручком жареным вы знаете не люблю закрывать крышками ничего не знаю почему готовится открытым в крышка почему-то когда картошку закрываю крышкой у меня вся вода выплескивается вот так 200 на 40 град 40 минут вся вода оттуда выплескивается и вся эта вода потом остановится на плите а так убрал этот вот мощность и она себе кипит я себе оставила там тесто у меня в холодильнике как бы не убежала ладно хватит болтать пошла я хлеб туда салат надо доделать а то только одни огурцы нарезала и машинку как я могу постирать там у меня нет две розетки одна розетка у меня там либо духовка либо машинка другого не дано и вот этот вот как его тройник двойник туда некуда впендюлить так что приходится выбирать люблю пожрать а вот почему вот почему я люблю пожрать а погулять сегодня иду с подружкой вот не знаю очки не сделала и не знаю надо их брать его не грамм надо потому что я много раз беру они не нужны как-то пасмурно или не очень посмотрим дождик не обещает дождик обещают то ли завтра то ли послезавтра слышу людей так и живем хватит обысывать там нельзя потом соседи ругаются ветер смотрите ветер ветер ты могуч но сегодня будет повеселее гулять поболтаем туда им сюда им на пляжик сходим потому что обещают похолодание да там прям чуть ли не осень я уже знаете начинаю гардероб менять например вчера я поменяю какие достал уже там кроссовки или такие тапки осенне-весенние а вот посмотрите так вот каждый подзавод тянешь и вот так вот так вот тянуть его начинать надо потому что сам не идет платье достала такие знаете уже не длинным рукавом но такие три четверти скажем так начинается у нас разбор гардероба туда им сюда им мне не очень по его не нравится это пора и не нравится потому что достаешь вещи кажется как будто они новые только что купленные а с другой стороны это вечный бардак постоянный мешки эти осень здесь быстро как-то знаете проходит даже как бы здесь зима это как русская осень поэтому вот ходим в майках майках а потом бум и сразу уже надеваешь куртки поэтому кофты какие-то жакеты пиджаки очень редко надеваю ладно побежала я а то подружка ждет смотрите у нас когда-то здесь был русский магазин довольно таки большой и он меня классно спасал в том плане что там даже интернета не было когда я только приехал видеть и здесь продавались разные книги и и диски с к с фильмами вот то есть продукты тому это было второстепенное а вот диски с сериалами и и книги вообще это было я ходила каждую неделю и там не только можно было купить книги но можно было как знаете как библиотеку поменять или что-то еще вот даже не библиотеку а заплату естественно бесплатно никто тебе не давал вот у нас даже нашем городе и были был ресторан русский представляете а вот я помню когда мы как бы с мужем женихались он меня приглашал в ресторан русский хотел не знаю удивить наверное какой-то еду я не помню что я там брала читаем дело но вот так потом конечно со временем боже мой как он шумит все отпало какие рестораны не знаю русские не не идет русская еда все-таки у испанцев не знаю почему нам это же очень вкусно но как бы не очень-нибудь у них это зашло может быть где-то в больших городах и есть русские рестораны но не здесь у нас русские магазины кстати этот мужчина он и сейчас оказывается занимается тоже русскими продуктами возит я тоже благодаря подруге об этом узнала даже кое-что заказала помните говорил что у нас русских продуктов не по выборам до детей твою налево чуть отпустишь поводок все ушел так вот идет рядом чуть поводок отпустишь все ушел налево вот так появился выбор уже можно у них заказать у них где есть группа ватсапе я подписалась но меня внесли в эту группу и уже буквально на этой неделе кое-что привезут вот естественно не как магазина там прайс-лист как это магазин онлайн все тоже самое так что вот так вот и подешевле намного ну не нам ну да дешевле продукты в общем вот так вот у нас выбор появился сегодня вообще не на этом пляже никого нету кроме рыбаков вот там вот на скале рыбаки а там погода меняется видите какая вода теплая кто-то плавает лук луковая чешуя ну ладно это органик там у нас порт какой здесь морю так идешь идешь и все еще даже не по колено хотя наверно вот тут начинается чем такая вот у нас прогулка я уже сняла белье потому что смотрите какая у нас погода может быть даже и капнет чего-нибудь ночью вообще люблю такую погоду прям тучи такие низкие низкие смотрите прям на горах такая свежесть на улице пару какашулик есть чарлиных нам собрать а то если дождик пойдет все это размокнет вот смотрите как вот взял поставила мотоцикл и все мотоцикл можно припендюрить куда-нибудь найти вот с краю куда он туда сюда чтобы он где-нибудь стоял нет вот меня бесит вот так вот целые площадку как говорится займет и все и не волнует что-то мне такое ощущение что мне в палец заноза влезла еще чарли покупал он неудачно сходил в туалет у него же там на попе длинный волос в общем пришлось купать его искупала так еще я и не купил еще этот ошейник от блог что-то никак не дойду до магазина и хотя не вижу бог но все равно шампуни искупала на всякий пожарный знаете вот он у меня там бегает по всей постели я миспит стилю большое полотенце вот он там это вот так вот вот так вот делает вот так вот с подругой сейчас на пляже были она говорит акцент сейчас бы поставить пару стульев таких раскладных сесть на море и сидеть говорит как это как вот бабушки бывает иностранки они любят вот так вот сесть и сидеть просто на море смотреть потому что такая погода замечательно вообще народу никого нету вот а я и говорю ну мы чтобы все равно еще не бабушки так что пока что откладывается такое сидение на море вообще классная вода суперская обожаю такую погоду прям вот она мне предназначает такое вот осеннее настроение вообще люблю всех все это как это сказать то господи в общем люблю весну лето переходы до из одного из одного этапа природы в другой этап природы вот когда такая вот сейчас не холодно и не жарко не сухо подглядывать так люблю страсть обожаю подглядывать за домами звук на заглядывать что там делают у каждого своя жизнь ладно пошла я какашулечки убирать а с вами буду прощаться всего самого на лучшем смотрите у меня вот это даже здесь цветет герань очень ее жалко но блин она червивая не как и они вот внутри червяки как ее никак это вот вот эта штука это на выброс надо выбросить видите надо вот это все убрать чтобы потом если что все это не разошлось по всему по всей террасе ладно друзья все самое лучшее всем пока пока